3 марта 2018 года Знаете, когда населению и вообще как бы всем нам навязывают фигуры на выборах в президенты, навязывают фигуры, которые ну никак не могут проходить. Что это моя партия? Убеги! Убеги! И фигуры шумные, скандальные фигуры, ну такие как Ксения Собчак, то в этой связи, конечно, возникают некие казусы, которые, на мой взгляд, конечно, имеют тоже двоякое, может быть, определение, как их можно определить. С одной стороны, народу просто навязывают. Убеги! 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 Женщину, которая вела довольно-таки откровенные программы, что даже если мы сейчас будем помещать сюда фотографии ее из Дома-2, то Ютуб запрещает такие вот ролики с такими фотографиями. Поэтому я не буду рисковать и размещать ее фотографии с голой задницей наверх. Абсолютно голой, конечно. И вот эти фотографии, они, конечно, показывают уровень, культурный уровень этой женщины. И вот несмотря на эту скандальность, нам команда Путина, не будем сейчас говорить, какого Путина там существующего, куклы или нет, не будем говорить, нам команда ее навязывает. Вот ее просто решили вести, да, так скажем, для того, чтобы сделать базар. Не выборы, а базар. И вот нам ее навязали, несмотря на то, что народ ее отпихивает, а ее навязывают. Народ снова отпихивает, а ее навязывают. Вы понимаете, получается такой пинг-понг, когда мяч летает от народа в правительство, от правительства в народ. И так до бесконечности. И вот были дебаты 28 февраля 2018 года, где у Соловьева на программе «Первый канал» участвовал Жириновский, участвовала Ксения Собчак. Там участвовали еще ряд мужчин. Вам ведут себя приличнее, чем вы. Замолчи, замолчи, дура, замолчи. И в это время Ксения Собчак, конечно, она там была одна, единственная женщина. Ей хотелось, так скажем, себя показать, потому что оно, естественно, так и должно быть. Но она же на дебатах, она должна говорить. Это ее право участвовать в дебатах. Здесь, понимаете, нужно аналитику немножечко отделять от собственных чувств. Я вам сказала про пинг-понг и про такое жесткое навязывание этой кандидатуры, которой не хочет народ. Но есть ведь еще и, скажем, просто обстоятельства. Обстоятельства, которые мы должны с вами разбирать и довольно объективно к этому относиться. Так вот, смотрите, стояло несколько мужчин. Владимир Рульс, ну не оскорбляйте женщину. Ну если она тупая. Владимир Рульс. На дебатах. Я думаю, что никто из них Ксению Собчак не уважал. Конечно, не уважал никто из них. Я так думаю. Потому что Бабурин, ну довольно слабая фигура, такая слащава, ну подбарина. Ну не знаю какой он, краснопузый барин, тоже может быть такое вот определение. Его, скажем, принимать как мужчину, как героя не стоит. Нет-нет. И зачем он вообще выходит вот в эти дебаты, какие-то вот выборы в президенты? Я думаю, что ему уже давно пора на покой. Он явно не тянет. Он просто не тянет. Это не его стезя. Да, Жириновский прекрасно всегда говорит. У него своя манера. У него своя манера подачи информации. Прекрасный оратор Жириновский. Но ничего не скажешь. Я не беру все другие его факторы. Я беру сейчас ораторское искусство. И вот Жириновский единственный, кто сказал Ксении Собчак в лицо то, что он о ней думает. Я не имею права это делать. Черная грязь. Отвратительная баба. Последняя. Можно ли это было говорить или нет? Ведь это дебаты, официальная дебата выборов президента. И я считаю, что, конечно, со стороны Жириновского, возможно, это была не самая лучшая акция, не самый лучший пиар и не самое лучшее вот такое показание себя, отношение, пренебрежительного отношения к Ксении Собчак. Он имеет право пренебрежительно к ней относиться. Имеет право. Но вот это свое пренебрежение к женщине, как он ее назвал разными словами, грязными словами он ее откровенно назвал, не стесняясь ни экрана, ни эфира, ничего. Он ее назвал так, как он о ней думает. А почему тот же самый Жириновский не написал протестное письмо президенту или в ЦИК с требованием не допускать Ксению Собчак на выборы? Ведь если у него есть сложилось свое отношение, и у Бабурина тоже, и у других тоже, почему они не написали письмо, чтобы ее не регистрировали в качестве кандидата в президенты, что своей игрой и своей вот этой деятельностью в Доме-2 она позорит само имя президента Российской Федерации. То есть мы имя президента Российской Федерации вытерли от него ноги тысячу раз. Но так получается. Однако же, еще раз вернусь к аналитике, а не к личным своим ощущениям. Одно дело эмоции, другое дело все-таки аналитика. И вот такие моральные правила. Я вам хочу сказать, находясь на высокой трибуне, Жириновский не имел права оскорблять так женщину. Несмотря, говорю, на все мои такие вот тоже отношения, может быть, негативные, но я хочу сказать, он не имел права оскорблять Ксению Собчак. Я не говорю, что она была права во всем, я вам просто это говорю. И мужчины, которые находились рядом, они все стояли, опустив глаза долу. Это делал Явлинский, опустив глаза. Это делал Бабурин. Никто не хотел этого видеть. Вот ругаются они между собой, Собчак и Жириновский. О, почему Собчак не позволила себе обозвать Жириновского так, как она тоже о нем знает? Но она же не позволила себе этого. Она, конечно, попыталась его ущипнуть, сказать там. Дедушку там она облила водой, чтобы охладить его пыл. Она ему стала говорить, что он уже старый. И она беспокоится о его здоровье, что он может заболеть. Ну и в таком духе. То есть это тоже своего рода было оскорбление, но оно выглядело так, скажем... Вы дал право плескать водой? Я не давал. А там? Изощренно кухонный такой был напор со стороны Ксении Собчак. Потому что унижать возрастом, это обидно. Я вам хочу сказать, для Жириновского это было обидно. Унижение возрастом. Он понимает, да, его песенка спета. Он понимает, что он никогда не будет президентом. И власть разницы приходит. А для этого... Да, я бы... Вот у Ксении Собчак, несмотря на все, есть возможность выборов президента. И действительно, она очень и очень есть, эта возможность. Она сейчас срок пропустит. Но кто знает, за Путиным кто в следующий раз пойдет. Может быть, та же самая Ксения Собчак. Если не сорвется, если не разобьется в ДТП, если еще что-либо ей не устроит. Ведь, понимаете, это очень опасная дорога идти туда. Сегодня ей разрешили, а завтра ее постараются убрать. Мы не знаем, как это будет выглядеть. Но, во всяком случае, у Ксении Собчак сегодня, как есть, и прямой путь в президентское кресло через 6 лет. И Путин ей может отдать эти свои полномочия, как когда-то Ельцин отдал ему путем, конечно, силового вмешательства. Ельцин отдал Путину не просто так, а именно путем силового вмешательства. Так же и Собчак могут отдать. Так вот, моя-то задача сейчас была показать вам, что, в принципе, Жириновский, несмотря на все то, что он правильно сказал, правильно определил, Но он не имел права это делать во всеуслышание оскорблять женщину перед всем народом с голубого огонька Первого канала. Это было не по-мужски. Второе. Мужчины, которые стояли рядом с Жириновским и Ксенией Собчак, они все струсили. Они все, знаете, поджали свои члены под задницу, что называется, от страха. От страха быть вовлеченными в этот скандал. Опустили все глаза долу. И третье, конечно, хочу сказать, что вот эти перебранки, они наносят ущерб всему вообще спектаклю выбора президента. Может быть, конечно, они наоборот провоцируют такую, знаете, ну, что я могу сказать. Может быть, это вообще придуманный и разыгранный спектакль. Так скажем, Жириновскому разрешили ругать Ксюшу Собчак, а Ксюше Собчак разрешили облить его водой. Ну, это такой трюк, который уже использовался, вы помните, да, когда это Немцов тоже, ему тоже плескали в лицо соком. Так же и здесь с Ксенией Собчак. Но эти моменты бывают неожиданными, а бывают разрешенными. И мне что-то почему-то показалось, что это такой не неожиданный, а это именно разрешенный. Был такой клоунацкий выпад со стороны Первого канала. Ну, и со стороны, наверное, имиджмейкеров и всех остальных прочих. Потому что это привлекает внимание. Это привлекает внимание к выборам. Ну, не занудная речь уже президента привлекать внимание к выборам, да. А вот именно таким вот выходом, ну, два таких эпатажных оказались героя в президенты, кандидаты в президенты, которые чуть было не подрались. Но это и явилось основным таким козырем в этой программе. И теперь об этой программе все говорят и шумят. Она является программой номер один, как Ксения Собчак облила водой Жириновского. Ну, не все же Жириновскому обливать водой. А здесь Ксения Собчак позволила себе это сделать. Ну, вот такое мое мнение. Хочу с вами поделиться этим своим мнением. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Пишите, а что вы думаете по этому поводу? Пишите, а что вы думаете по этому поводу?